Цель – это влюбиться в Иисуса, в эту Личность нашего Господа, потому что мы созданы были для общения лицом к лицу. Это то, чего он жаждет. И он жаждет вот этих встреч лицом к лицу, этой близости, когда вы знаете, чем живет его сердце. И это не только для одаренных людей, но ты – Дитя Божье, ты – Невеста Божья, Невеста Христова, которая готовится к свадьбе. И вот эта встреча лицом к лицу и сильные близкие отношения – это и есть цель. И это то, чем я живу, и то, чему я учу. И, возможно, вы читали мою книжку. Если нет, то я вам скажу, что в Матфея 7 главе есть суть этого. И я была христианкой, и я любила присутствие Божье. И однажды я читала Матфея 7 главу с Духом Святым, и он захватил мое сердце. И я увидела вот это место, где написано «Отойдите от меня, я вас никогда не знал». И мое сердце было захвачено этим стихом. И вот «знать» или «познать» в оригинале стоит, что это «познать», как муж познает жену. И я была очень честна с собой в тот момент, и я признала себе, что я на самом деле не знаю так Иисуса. И я не могу честно сказать, что я влюблена в Него. Я верила в Него. И я проговорила молитву покаяния. Я верила, что Он мой Спаситель. Я поклонялась Ему. Но я, честно, не могла сказать, что я была влюблена. И снова-таки я была девушкой в церкви, которая танцевала и любила присутствие Божье и падала в Духе Святом. И для меня вот это был шокирующий момент осознания, что я переживаю присутствие Божье, но на самом деле я еще не знаю Иисуса. Я не знаю эту Личность. И я часто говорю, что ты можешь быть в комнате с кем-то, и наслаждаться Его присутствием. Я могу сидеть с тобой в комнате, и я буду наслаждаться тобой, твоей Личностью. Но в этот момент я могу тебя не знать. Не знать, что в твоем сердце, не знать, что в твоих мыслях. И это то, что Он жаждет в наших отношениях. Это наше наследие в Нем. Вот это сладкое общение с Ним. Единение с Ним. Как же влюбиться больше в Него? Давайте так подойдем к этому, как влюбиться вообще в кого-то и полюбить кого-то. Любовь начинается, и близость начинается с того, что мы видим. Кто из вас влюблялся? Или же не влюблялся там парня в девушку, а начинал любить друзей, членов семьи, когда вы прям переживали, что «я люблю этого человека». Откуда это пришло? Это началось с того момента, когда вы увидели. Вы увидели что-то об этом человеке. Вы поймали этот момент и осознали то, кто они. Кто они есть. И то, что мы делаем в нашей жизни, это отражение того, кем мы являемся. И точно так же с Богом. То, что Он делает, Его действия, это отражение Его природы, того, кем мы на самом деле являемся.